Весело и дружно. Одиннадцатиклассники идут по набережной с шестью бутылками минералки. У других в руках холодный чай. В жаркий майский вечер запаслись здоровыми прохладительными напитками. Впрочем, купить алкоголь в день школьного последнего звонка можно было далеко не во всех магазинах. Многие ввели ограничения на продажу такой продукции. В рамках поручения главы администрации городского городского Самара Олега Борисовича Фуршева были направлены письма всем сетовым магазинам и отдельно стоящим магазинам, которые торгуют алкогольной продукцией. Что не было в продаже алкогольной продукции. Сегодняшний ряд показывает, что бизнес-структура к пониманиям относится. Руководитель департамента по треб рынка проверил добросовестность торговых точек. В сетевом супермаркете полки с алкогольной продукцией затянуты пленкой. На стеллажах объявления сегодня этот товар не продается. Есть дни, которые установлены в законодательство, то есть детские праздники. И также, если нам, как и сегодня, поступает рекомендация от администрации ограничить продажу алкоголя, мы, конечно, эту рекомендацию выполняем и ограничиваем продажу. Если в обычные дни, то алкоголь продается только при предъявлении паспорта. Следующая точка – алкогольный магазин. Его и вовсе сегодня не открыли. Устроили лишний выходной. Как уверили продавцы соседнего магазинчика, и у них холодильники с алкоголем под замком. Самарских школьников ограничения не расстроили. Я не пью, я не пьющий спортсмен. Это не обязательно нужно пить, я так считаю, что... Ну, как я просто все-таки спортсмен, выжник. Я как бы... Сок, лимонад. Так, кофе попить и все. Не пью. Спортсмен. Сок, лимонад. В этом году ограничить продажу алкоголя рекомендовали не только магазинам, расположенным рядом с набережной, но и в других районах города. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.